И мы влетаем на карту важнейшую для этих обеих коллективов, потому что она на вылет. Все очень просто, кто-то будет плак-плак сегодня. Кстати, вот да, вчера играли обе команды тот самый трейн, и кто-то на этом самом трейне и уедет домой, что самое интересное, или Мауза, но им недалеко ехать. Вообще обеим командам недалеко ехать, что французам, что немцам. В любом случае на трейне закончится одна из историй, или это будет французская, или все-таки то самое немецкое окончание будет у нас как раз-таки для Мау Спортс в рамках этого чемпионата. Посмотрим, мы надеемся на очень хорошую игру, и вот у нас были ставки, вернее, даже не было ставок наших аналитиков, а вот ты за кого? Я, честно говоря, думаю только об одном, кто будет больше плак-плак, когда это все закончится. А ты будешь потешаться? Нет, я наоборот. Знаешь, кто меньше будет плак-плак, тот пусть и проигрывает, потому что ему будет меньше грустняшечного. На самом деле, мне кажется, что на Дэвила и компании намного больше надеются народу, нежели на Маузов. То есть с Маузами все понятно, у них стабильности нет, очень долгое время, они никуда особо далеко не пробивались. Да, у них там новые тренера постоянно, у них какие-то новые задумки, но на протяжении уже довольно долгого времени ничего не происходит. Я хочу замен в Мауз Спортс, а замены будут в том случае, если они выйдут из группы стопроцентно, я вообще не сомневаюсь. И да, ты хочешь сказать, а на кого? Есть у нас инсайдики, но мы их не скажем, дорогие друзья. Есть у тебя инсайдики? В любом случае, возможно, за кадром. Опять же таки, спрашивал я, есть у нас и ставки на разных интересных сайтах, есть также пикм-челленджи. Но я спрашивал в нашем чате на Твиче, кто выиграет. И очень много рук было поднято в пользу команды Мауз Спортс. Нет, про инсайди мы уже закончили говорить. Это Нико, на ваших экранах боснец, который тащит эту команду, а именно Мауз Спортс, уже длительное время. Но дотащит ли он ее до плей-офф девятого по счету мейджора, большой вопрос. Как минимум, эти парни будут против. Показывают нам, точнее, написали нам о том, что Энвис выиграли Dreamhack от Клужа, а пока это был предпоследний мейджор. Мы помним то, что там довольно слабые коллективы вообще были в тот момент, очень хорошо играли только G2, они тогда назывались. И тогда это был другой коллектив, это были не французы, это была сборная из Европы с Макелили и Ко, которые теперь называются Фейзами, которых уже нету в Майке. Ну и что касается черненьких, черненьких французов, они надеются, конечно, на самое лучшее. Опять же, иначе их придут и повесят на эльфовой башне, когда они приедут обратно, потому что я бы это с ними и сделал бы, если был бы я французом. А немцов? Я не француз. Нет, с немцами все в порядке. Где повесить? Нет, их не надо вешать, они просто дизбант. Ну не дизбант, там пару-тройку смен, знаешь, вот я очень их хочу. Я хотел этого с Гобомби, все мне орали в чате, чувак, ты что, Гоби, легенда, где он сейчас? В Энерджи. А где сейчас Энерджи? В Америке. Именно так. Они не в Кёльне, это самое главное, то есть они даже минор американский не прошли. Ну там, да, там все довольно-таки печально, хотя довольно-таки перспективно смотрелся даже тот состав, несмотря на то, что да, вроде как не самые сильные игроки туда поехали, но для Америки пойдет. И для американского минора тоже может хватить, но не хватило, вы знаете, что уже. Кстати, кто у нас вышел из американского минора, кто на квалах был из американцев оптики и как сплайсы. То есть, как можно было сплайсом проиграть, вот расскажи мне просто, как это физически возможно. Ну я имею в виду, если у тебя Легия, если у тебя Питер, одна из лучших снайперских винтовок Америки. Ладно, там есть, да, пару-тройку таких закладывателей, плюс есть Гоби, который на самом деле в американском регионе себя чувствует хорошо. Если вы посмотрите на его статистику, она намного улучшилась по сравнению с тем, что он демонстрировал в Европе, на что совершенно логично, потому что выступать против второй эшелонных и даже первой эшелонных команд американского дивизиона, это совершенно другие вещи, нежели выступать, например, на том же самом мейджоре, на который они все еще не выходят. Даже несмотря на то, что Energy потратили довольно много денег на трансферах из Европы, да, они взяли Серба, они взяли Гоби и вроде как должны были делать вещи. Но так случается, что не все всегда получается. Ну и, в общем-то, я рад, что Гоби теперь нет в Маус-Порте, я буду еще больше рад, если там еще парачки чуваков не будет, и они найдут кого-то на замену. Надеюсь, что довольно качественно. Да, хочется верить. И разогревает у нас руки Крис Джей, будем смотреть, как он будет попадать на этом Д-трейне. Ну и Хэппи Кинни Дэвил, кстати, вот новоиспеченный капитан команды Envy, который пока что в этой роли себя никак не зарекомендовал. И, в принципе, я даже вот сидя на аналитике в прошлом игровом дне сказал, что он самый худший игрок как раз-таки вступительного первого игрового, извините, дня девятого по счету мейджора. Но сейчас Пятюни отдаются, и, возможно, таки на морали у нас Envy смогут что-то показать. Ты видел, нет, как Кеннис там отдал просто? Даже не Пятюни, даже не кулачок, а такой пальчиком друг друга не тронули, как будто они высоковольтные парни, возможно, электрические скаты. Ну и посмотрим, как Маус Спортс будут им отвечать. Наконец-то начинается у нас это противостояние. Маус Спортс и Team Envy Us. Мауса будут играть в защите, французы атакующие. Кеннис написал ХФ Пента. Что? Почему Пента? Это унижение немцев? Там есть несколько игроков, которые играли ранее в Пенте, но это уже история, дорогие друзья. Будем смотреть, как Денис, возможно, будет даже поджимать. У нас зелень вместе с тиммейтами нет, все-таки занимает более глубокую позицию. Envy Us занимается точкой B и, возможно, встретит Нико. Нико, Ковач, алло. Нет, вообще ничего не получается у него. Это уже минус один, а мы помним, что по статистике АМ Котовица, например, все раунды, в которых OpenFrag был на Нико, Мауса проигрывали полностью, все 100%. И сейчас, честно говоря, эта статистика не радует для немецкого коллектива в этом раунде, потому что у них сейчас не остается шансов просто. Да, есть такая буква в этом слове. Ну и будем смотреть, как Envy будет выходить по направлению точки B. А там только один Спиди, который вчера довольно-таки неплохо себя показывал. В этом раунде нужно повторять то же самое. Пытается заменить голову Кенни Эссона, но не получается пока что этим у него заниматься на 100%. Апекс решил просто подсмок пропушить у нас нижнюю волну и, возможно, сделать там OpenFrag. В этом мини-моменте у него это получается. Некс падает. NBK демонстрирует крутую стрельбу. И 3 на 5 будет очень сложно выбивать. Ну, я уже сказал, что это минус раунд. Но кто его знает, Спиди вместе с Крисом Джеем и Деннисом делают минус 3 мгновенно. Каждый взял свою точку. И мы видим то, что Хэппи пытается с ЗЗшки работать. Запушил Спиди до смерти. И дальше еще и нашел Крисом Джея, который дропался снизу. Сейчас вверху. И Деннис остался один. Он депузит. Его нужно добить. Но он раздепузил эту бобу. По Девилу еще и зарезал Хэппи. Что происходит? Это просто хаос. Это какая-то хрень происходит на Кельне. Они отдают парню, у которого есть диффуза. Возможность это раздепузить просто по той самой причине. Тут репорт Девилу прописывают наши опсы. И правильно делают. Потому что вы могли просто взять из двух стволов, сейчас спрейтить из смока и расстрелять парня, который диффузил именно Денниса. Но вместо этого вы начинаете резать друг друга. Я не хочу говорить этого слова, потому что это очень-очень грубо будет по отношению к французам. Но вы все прекрасно поняли. Тимати Девил с тобой не согласен. Да, тирада была хорошая, но у француза другое мнение. То есть да, нужно было находить, садить на нож последнего игроков команды Маус Форс, но я просто обезмолвен. Действительно не получается нас, Тим Энвиас, забрать первый пистолетный раунд. Вынуждены играть сейчас с пистолетами. Это диглы Итпэ, 250-й. На руках у того самого Девила НБК готов к встрече с Пидди, который тоже в агрессии был ранее по направлению нижнего выхода. И Крис Джей в полпозиции работает на 100%. Отстреливается голова Апекса. Ждет, ждет НБК, когда кто-нибудь к нему придет. Опять же, я уже говорил о том, что я думал, что это уже точно минус раунд для Маус Спортс, если брать то, что забрали Ника первым, и дальше вы сами знаете. Но Энвиас способна отдавать неодаваемое. И вот это неодаваемое по сравнению с теми раундами, которые мы с тобой видели. Например, когда GDM там танцевал против двоих и все-таки вытащил раунд. Вот это неодаваемое было намного более невероятным. С Пидди вместе с Ника принимают НБК и Девила. Кеннис тем временем влетает с дизерт иглом, ставит хэдшот на Ника, но это слишком мало. Справиться с одним Ковычем не хватает в данный момент. Хэппи остался с 35 хп на верхнем парапете, еще и на верхней линии. И с ним тоже закончили. Ты знаешь, хочется мне верить в то, что команда Энви найдет слова утешения Девила, что подбодрят немножко этого парня, что все нормально, ничего еще не потеряно. Но после такого очень тяжело возвращаться. Все потеряно просто. 2-0. Маус Спортс ведут. Они сейчас имеют хорошую ситуацию для того, чтобы укрепиться по экономике. И тим Энвиас решили все-таки закупиться. Они просто насилуют сейчас свою экономику. Это Тек-9. Два Галила и два К-47 у Девила и Хэппи. Будем все лучше, чем МАК-10. Четыре МАК-10 на Коблстоуне на отборочных. Мы это прекрасно помним. Уха это прекрасно помнит. Он об этом постоянно будет напоминать еще на аналитике наверняка. Ну что касается сейчас Энвес, но надо найти где-то мотивацию после всего того, что произошло. Только что, я не знаю, у меня бы руки просто опустились. Я ушел бы, сказал бы, садись в кто угодно. Там может быть тренер еще. И сзади он имеет полное право выступать за команду НБК. И вместе с ней расстреляли друг друга, дамажили неплохо, но ушли. Да, в принципе ты прав, но если ты уже приехал на мейджер, то нужно проявлять недюжинное мужество, чтобы отойти от этих злых мыслей и включиться обратно в игру. Надеемся, что у Энви это получится и у нас будет красивый матч. Нико проседает очень сильно по холст-поинту. 24% у него остается ровно, как и 16% у Денниса. Словили немного дэмэджа у нас ребята из команды Маус Спортс. Тим Энви готовят почву для выхода на точке А. Бомба до сих пор тусуется у нас на зелени. Там ее будет принимать Крис Джей и у него Фамас. Пока что до АВП дела не доходит. Кеннис, Кеннис ждет, ждет, когда же можно будет выйти. Тем временем мы видим Дабла пушат зеленку. Находят здесь голландца и летучий голландец отправляются в следующий раунд. Дэвил тем временем пушат дальние 10 сериальные. Возможно сейчас Тим Энви собрать очень много информации со всех углов. Они проникают на Аплайн, находят Некса, находят Денниса и дальше еще и уничтожают Ника. И Спиди остается соло, этот немец скорее всего уже никуда не пойдет, будет сейвить свой М4, хотя скорее всего у него это не получится. И окупается этот самый бай с Текнаймом и автоматическими девайсами, Галилами АК-47, и Спиди последний будет сейвить М4А4. Ну и посмотрим, как та самая Эмка от Спиди сработает уже в следующем четвертом по счету раунде. Тим Энви вступает в борьбу на карте Дэтрейн, но опять же таки нужна дистанция из раундов для того, чтобы поставить на колени экономику команды из Германии. Ко мне уже полетели все эти клипы с первого раунда вовсю в личку. Напоминаю то, что у меня в группе ВКонтакте проходит розыгрыш пяти гамма-кеев по конкурсу на клипы, соответственно, которые я делал еще на квалификациях. Опять же все условия у меня есть в группе. Но народ уже вовсю-вовсю пишет мне о том, что, парень, это было бы гаврально, потому что, ну как вообще, как так? И все делятся своими эмоциями при помощи этих клипов. Тем временем на кухне попробуют за сейвить М4А4. У него это получается, это позитив. И Муза мы видим, что у них нет денег на то, чтобы нормально закупиться. Так что это будет экономический раунд. Тем более, вполне возможно, уйдут на временную нищую 2-2. И как-то, знаешь, у них будет время хотя бы опомниться от того поражения. Нет, слушай, это закуп. Это закуп скаута от голландца, 5-7 от Ковача. Слушай, интересное решение от босницы. Решают у нас Мау Спортс ответить. Вот именно таким баем Крис Джей идет со скаутом. У нас на зелень будет принимать выход через десятку. Там уже 2 суперсата имеются. Я напоминаю, что Team Envyas могут сейчас просто уничтожить экономику своих соперников. Никогда не получает информацию о том, что это возможно, но и выход на точку А. Да, во всяком случае, все так пока смотрится для них. Но команда Envy пока что укрепляется. Никуда никто не идет. Имеется еще тайминг для того, чтобы решить. Ну, вопрос только в том, решить что. У них с Аплантом все неплохо, и с Беплантом все неплохо. Хотя, с другой стороны, мы взяли 2 раунда. Но, опять же, казнь Бепланта была очень хорошей на пистолетном раунде. Все было очень-очень быстро. Адекватный темп, адекватная стрельба. Посмотрим, что у них сейчас получится. Мне собирается, что у Маузов очень-очень печальный девайс. Мало того, у них нечем просто удерживать своего оппонента. Есть только молотов и смог. Этого очень мало для контрраскидок. Ну, и Envy понимает прекрасно то, что нужно выбайчивать даже эти раскидки, которые остаются все еще в руках у Мауз Спортс. И французы двигаются постепенно. Делают фейк на Б. И это будет 2-2-1, я так понимаю. И собирать по нынешнему месторасположению у Тима Envy. Одна нубка и три-плана апдаун соло на зелень. Довольно-таки грамотно были использованы гранаты по точке Б по зонированию Нико. Он сейчас только один на защитных редутах этой точки. Будет выход на точку А. Кенниас вместе с Апексом отключает теннис. Одно-таки неплохо у нас продолжает действовать и Хэппи, который отключает Нико. Спиди отвечает тут же киллом по дебилу. Envy тоже по дебилу. Нэкс оформляет уже даблкил в этом минимументе. Апекс на пятом вагоне. Все-таки кидает этот минус, но не хватает патронов уже действовать против Крис-Джея, его скаута, который находит голову Хэппи, действующего через вражескую десятку. И команда Маус-Спорт все-таки тащит этот раунд со скаутом и не совсем хорошим баем. Хп Крис-Джея спрашивает Апекс там, если я не ошибаюсь, не особо его пробили. Нэкс очень долго жил, например. Нэкс очень долго жил, сделал два фрага. И по факту именно он был тем камнем преткновения, которое остановило Тименовит своих пушек. В какой-то момент они просто не смогли продолжить. Но что касается сейчас закупа от Тименвис, мы видим, что у них есть АВП, есть А4АК-47. Говорил нам Литл о том, что нужно работать от снайперской винтовки Кенниса, нужно сплотиться вокруг нее. Но опять же, Литл, он снайпер, он играет за Флаффи Гангстер, сейчас уже перешел в другую команду, играл, точнее, на квалификациях. И вот он считает то, что снайпер, наверное, очень-очень важен. Но если брать всю команду Тименвис, не знаю, честно говоря, за кого здесь нужно цепляться. Кеннис не показывает очень-очень красивую игру уже довольно-таки давно. Мы помним его совершенно в другой форме. Напоминаю, что обладатель титула лучший киберспортсмен 2015 года, но как раз-таки после получения этого самого титула пошел спад. У Кенниса спиди действует у нас на точке Б, довольно-таки агрессивная позиция. Если попадет под прицел АВП, будут большие проблемы. Но то самое АВП от Кенни находится у нас на зелени. Оно готово выходить на скаут Крис Джея. НБК тут же использует флешку для того, чтобы занять у нас мейн по точке Б. Кеннис абсолютно все позиции чекается, но тут кто все-таки, кого выиграет в этой дуэли. И Кеннис перестреляет просто прострел на Крис Джея. Оказывается, летальным спиди тут же в другой половине карты отвечает на НБК 4 на 4. Да, солофейк на НБК не удался. Кеннис тем временем находит еще и фраг на Кенекса. И НИКО. Приемка неплохая на Кенниса. Снайперская винтовка. Тим Энвис потеряна ситуация. 3 в 3. При этом Дэвил находит фраг на НИКО. Дальше еще убивает Дэннис Астутса. Только спиди. Один против трех игроков в Тим Энвис. И у него, скорее всего, ничего не получится здесь. Хотя он находит капитана команды Винсента. И дальше через флешку открывается сапдаун. Но, конечно же, информация о нем есть. О нем вся информация имеется. Дэвил на трансформационной будке в клоуз дистанцию. Выходит и убивает спиди в дабл ствол. Ствол. Да, дабл ствол сработал. Дабл ствол с Апексом и Кроссфайером. Ну и скрещенные дабл стволы все-таки смогли помочь команде Энви потащить. Три на два. И не отпускают они Моуспортс в отрыв по раундам. Правильно. По экономике мышки уже выиграли свою игру. Мышки падают и вынуждены сейчас играть с пистолетами. Возможно, даже будет тотал ресет экономики. Возможно, два ЭКО. По мышке и завидушке. Завидушке нам, если более точно. Наверное, завидушке будет более сокращенно. Да. Ну, про KNS хочу сказать уточнение. У нас некоторые взорвались по поводу того, что Олаф был топ-1. Но это все-таки разные вещи. Топ-1 по HLTV. Олаф на лучший киберспортсмен 2015 года. Это все-таки KNS. Дорогие друзья, учим матчасть. Ну, и сейчас учится спиди падать у нас мертвым грузом на верхнизе от Апекса. НБК также с ЦЗшкой выходит на Nexo. И отличная стрельба от Хэппи, который не отпускает Денниса. Нико и Крис Джей. Это 3-3 временная ничья. А теперь главный вопрос. Где Ника? Ника два фрага. Боснец. Это тот самый парень, который обычно тащит и горит со всей своей командой о том, что она не тащит. И, честно говоря, он уже второй чемпионат. Показывает не самые удачные карты. Мы помним, как он мочил людей на Dreamhack Masters. Это последний день чемпион, на котором я его помню. Именно вот как очень-очень крутого парня. Что касается следующего чемпионата, который мы с тобой комментировали. У него там порывами, мы помним. Минус 4 на минде на ДДСе. Два раунда он делал. Но как-то сейчас не ощущается боснец. Мы надеемся, что он вернется и покажет нам игру. Некст тем временем ватшот. Ванкилл на Хэппи. Сразу приходит Апекс на размен. Получает довольно много демеджа. Должен втерроваться обратно домой, говорят ему. Но он при своей ротации еще успевает забрать Денниса и компании. И Спиди погибает последним в очередном дропе сапдауна. У Спиди не получается действительно отточить этот элемент акробатики. Но возможно в следующем раунде. 4-3, команда Envy выходит вперед. Ну и появляется АВП от Нико и Крис Джея. В таком сетапе будут действовать в восьмом раунде Маус Спортс. И Кеннис будет с одним АВП на атаке. Тим Envy, опять же, французы не так часто берут АВП на атаке. Мы видели вчера на ДТрейне такие вещи от некоторых команд. Вообще очень много ДТрейна. Честно говоря, они у меня постепенно начинают смешиваться. Другому уже хочется посмотреть и Денюк, и Демираж, и ДКэш. Но это все в моих мечтах остается. А команды выбирают себе ДТрейна и Кобблстоуны. Но Кобблстоуны хотя бы довольны, потому что ящики падают классные. А ДТрейни, я не знаю, насколько они хорошие. Насколько хорошие. Такие себе, скажем так. Ну, особенно если сравнивать с Кобблстоуном. Но пока действительно бенефис этих арен, а именно Коббла и Трейна. Потеряли уже НБК. При попытке выхода на точку обрыв под фэшку Деннис должен забрать Кенниеса. Но Апекс насаживает наш шашлычок у нас Денниса вместе с Нексом. Два хатчета. Отличный ход этого парня. Три на три. Можно дальше танцевать. У нас атаки. Равные позиции, опять же, привилегируют террористов. Ну и Апекс, да, просил по хп, но, опять же, получил уверенность. Возможно, будет выход на точку бетом. Нико находит голову Апексу Кеннис. Не, Хэппи, извините. Дэвил также падает в перестрелке со спиди. Но Апекс последний тут же выходит на прицел к Нико Ковачу, который не дрожит. Это 4-4. Да, это довольно тяжелая ситуация для Тима Инвес. Потому что, казалось бы, они только что тащили целых три раунда подряд, а потом как-то совсем легко отдали мауспортцам. Опять же, опен фраг, но дальше пошло-поехало. Да, у Апекса была шикарная возможность. Он, опять же, просто-напросто получил парней в линию, со спреил их, и все было замечательно. Но как-то дальше не поехало. Тут мне спросили, заказывали ли мы отдельно обои, за которыми мы сидим. Представь себе, сидишь-сидишь, ты думаешь, что сейчас будешь ESL Кёльн комментировать, и они спаунятся рядом с тобой вообще со спинной. Я просто не знаю, а какой еще вариант есть, как заказывать их? Я вам скажу больше, дорогие друзья. Мы их везли просто к вам, трехметровую обоину. Из столицы второй в первую. Да, действительно, Апекса. Или из первой во вторую, не знаю. Через десятку вновь работает у нас команда Мауспортц. В этот раз более-менее успешно. Апекса у нас отключают, наказывают его за прошлый раунд. НБК по стажку врывается, и Нико фейлит. Четыре в четыре уже у нас картина раунда. В этой же позиции. Ловится у нас Боснийс действительно. Ловись рыбка большая и боснийская, говорит нам игрок команды Тима Энвис, а именно НБК, который оформил здесь фраг на своего оппонента, таким образом сравнив счет по живой силе. И ждет Спиди. Ждет Спиди. Выходы на нижний или верхний парапет. Думает, он вам все-таки позвать ли сюда тиммейтов. Мауза, кстати, очень далеко от него находится. То есть мы видим то, что ни один из игроков защиты не УЗЗ. Так что быстро ротации на Б-планет не будет. И скорее всего, если Спиди как опорник не сможет ничего сделать в остановке этого пуша, то Тим Энвис смогут без всяких проблем поставить здесь бомбу, а уж потом отыграть от хорошей позиции. Однозначно важный раунд. На десятке у нас до сих пор тусуется на Денис вместе с Нексом. Дэвил прокрался. У нас шпионишка. По направлению Сити Респа у нас будет выход Бутерброд. Называется операция на Спиди. У него большие проблемы сейчас могут быть. Дэвил уже заходит в спину и должен даже убивать. Но Дэвил действует опытно. Даже прицелился. Ну и нажал на левую кнопку мышки. Потому что если бы он был вытащил нож, то он бы убил своего тюмейта. Он прекрасно это знает. Здесь, да, лучше не повторять этих самых ошибок. Бомба будет уже поставлена. Вернее, и Крис Джейн, Некс и Денис на стадии решения. Нужно, конечно же, сейвить свои девайсы от АВП, МК и АК-47. Саша, у меня к тебе только один вопрос. Так. Вы казнили десятку. Так. И вы сели вдвоем там сидеть до конца рауда. И вы знаете то, что у вас нет никакой информации, кроме вообще того, что вы в данный момент собираете. Вы никуда не идете дальше. Нормально ли? Ну, как минимум, один игрок должен был отойти оттуда. Я с тобой согласен. Но команда Мауспорс была другого решения. Возможно, наши аналитики подметят именно этот момент. Я надеюсь, Литл отдельно расскажет про эту тему. Я требую от Литл объяснения. Он у нас новый аналитик. Я требую от него объяснения. Зачем сидеть даблой в нубке на защите? Это же просто хардкор на окончании раунда. Но да ладно. В любом случае, я думаю, что у профессионалов найдется мнение. Потому что у меня просто нет слов по этому поводу. Нам повторяют момент с НБК. Повторяли. Точнее, вы пытались нам показать момент его выхода на Ника. Но Ника, в очередной раз, в одной и той же позиции не может справиться. Его читают там просто. Они прекрасно знают, что он там будет делать. Замечу то, что он, по-моему, даже был со штурмовой винтовкой, а не со снайперкой. Если я не ошибаюсь. И в этой позиции. Или со снайперкой. Штурмач вроде бы был у него. И с такой позиции лучше со штурмовой винтовкой, лучше с нижней, мне кажется, выходить. Но как-то более просто реализовывать такую штуку. Возможно, здесь в любом случае провал команды Моу Спортс в предыдущем раунде. У нас уже 10-й. АВП от Кенни. Кстати, вот не может включиться как следует у нас снайпер команды Энви. Дэнис вновь, возможно, даже по ташку будет рваться. Вновь занятие десятки. Мы помним, чем это закончилось в предыдущем раунде. Возможно, в этом будет более успешной данная защита команды Моу Спортс. Ну что ж, Дэвил, все это дело пали. Также Смог полетел. Ну и действительно нужно Дэниса оставлять, а потом ориентироваться по точку Б. Сколько же они раскидок тратят на эту десятку? Они просто увидели, что там никого нет, но они все равно продолжают раскидывать, раскидывать и раскидывать. Да, прекрасно понятно то, что они делают прессинг на эту позицию. И сейчас он играет на них, потому что они собирают очень много информации. Ну, а дальше то что? Окей, они сейчас пойдут вперед. Через флешку, возможно. То есть еще флешку потратить. Может быть, даже вторую. Или они все еще стоят. Они пока что стоят только в свое время. Когда же дым рассеется. 48 секунд остается у команды атаки для того, чтобы совершить нападение на один из плентов. Все еще все ждут. Стояние на реке Угрия со всех сторон, на всех поинтах. И будет встреча на Эльбе. Некс на выходе через десятку чекает нас также вверх-вниз. Там тусуются два игрока команды Энви. Дэвил хороший Смог через десятку у нас летит на плент. Крис же опять же таки в неведении находится. Выцеливает и зелень. Но все-таки ловит хороший тайминг. Забирает Апекса. Бомба падает. Но в десятке должны работать. Но Энби Кей наказывает Денниса, который успел забрать Дэвила. Крис Джей также отрабатывает Кейни Эса и Энби Кея. Хэппи ситуация 1 на 3. Здесь будет очень сложно что-то сделать. И Крис Джей вместе с Нико заканчивает его муки. Это 5-5. Если бы... Ну, опять же, можно много что сказать. Но проигранная зеленка сейчас от французов не дала уничтожить голландца. А голландец, в свою очередь, смог выбить спину двух оппонентов, которые с апдауна закрывали нубку. И Моуза. Мы видим, что их очередные заходы на дабло и на десятку, они заканчиваются вот чем-то таким. В предыдущий раз это закончилось тем, что им пришлось просто сейвить, потому что они оказались вне позиции при постановке Боба на беплент. А сейчас им пришлось просто отдаться в спины. И если бы не Крис Джей, если бы не этот голландец, то все было бы очень-очень печально. Но парень-цовладал и оформил здесь очень-очень много работы за своей командой. Ранняя агрессия от НБК, а по направлению верх-низу уже за пятым вагоном. Деннис должен отрабатывать и на заплантон. Также Некс, Спиди с десятки не может до сих пор выйти. Дэвил, Оукунфраг в этом мини-моменте горит у нас точка. Кеннис до сих пор у нас выцелит вверх-низу. Вернее, даже окна у него получается делать килл на Деннисе. Спиди только сейчас включается в раунд, но его тут же отключает НБК. И два в четыре. Такое, конечно же, тяжело тащить. А он на хайпе, этот парень чувствует игру. И он вполне возможно здесь завершит эту защиту, этот ретейк, свою пользу. Горят огни, сверкают звезды. Все так сложно, все так просто. НБК и Кеннис убивают Крис и Джея вместе с Ника. И таким образом берут этот раунд. Довольно легко, на самом деле, все было до вступления в этот раунд Крис и Джея. Но голландец, конечно, не бог. Он не может делать все. И его ВП не способны пробивать все здесь линии. От начала до конца убивать ваншотом всех французов и так далее. Так что... Ну, качели пока что у нас продолжаются. Продолжают команды давать друг другу пощучину в виде взятых раундов. Обмениваются они ими. И сейчас пистолет на Эко Дигл у Некса Нико с P250. Остальные имеют дефолтные пистолеты. Но и Team Envy могут выйти сейчас на счет 7-5. И, возможно, даже победить за атаку в ходе первой половины. Нико очень эгосивная позиция. Должен забрать одного. Получается прослел через Дэвила, который тоже кушает кое-какой дэмэдж. НБК 19 холлс-поинт. У него остается Хэппи уже на выходе через верхний. Забирает Некса. Последний Спиди. Спиди. Он понял, что все очень грустно. С другой стороны, Нико, на самом деле, довольно много дэмэджа сделал НБК. Если бы Спиди оказался рядом, может быть, он смог сыграть на размен. Таким образом, выбить пару девайсов. Может быть, один. Может быть, еще один с Хэппи. Но не случилось. 5-7 тем временем. И мало спорта будут играть без девайсов. Или все-таки решаться на то, чтобы раскидать. Потому что есть у нас 6-ти еще Нико. Да, и это UMP-шки. В общем, это Force Buy. Ну, точнее, не до Buy. Давайте назовем это так. Или как англоязычные кастеры называют, это Quasi Buy. И два М4 у Криса Джей с Нексом без раскидок вообще полностью. Есть два дифуза. И UMP-шка от Спиди. Как бы не сыграть со счетом 5-10 в защите команде Маус Спортс. Это будут большие проблемы. Нико пытается заполучить килл на десятки. Вражеская у нас выход через нее. Как раз-таки Кенниас произвел. Забирает Некса у нас на зелени. Также NoScope залетает, падает Нексу. Крис Джей тут же отвечает, но падает Нико. НПК этим дело заменяется. Крис Джей делает два минуса НПК. И Дэвил падает, но тут же Апик вступает в этот минимум. И от Спиди тут же отвечает. Ситуация 1 на 1. Хэппи против Спиди, который оформил один килл. Хэппи пока что без статистики в этом раунде. Бомба сейчас будет на руках. Детонатор. Где детонатор? Главный вопрос сейчас. О, у нас есть 1 на 1. Клатч. Мувы. Даже хп-шечки снизу имеются. Ставится бомба. Спиди движется на шифте. Идет вперед. Хэппи этим временем смотрит откуда. Ну, он прекрасно знает место расположения последнего игрока. Спиди с ЮМП-шкой. Кроме этого, у него все не в его пользу. А у Хэппи прилегированное положение. И он не чекает девятку. Просто не чекает. И он думает, что его оппонент находится на апдауне. Но на самом деле верхний с полностью пуст. И Спиди просто тратит свое время. У него были диффуза? Вот вопрос у меня. Здесь в любом случае будет фейк. Спиди не может понять, где все-таки находится противник. Конечно же, это десятка. И фейлит у нас товарищ Хэппи, который кушает несколько патронов себе в голову. И это будет диффуз. Буквально на последней секунде. Спиди тащит раунд. Это 6-7. Не может достать АВП. Что такое вальвы? АВП заблочено. АВП просто было заблочено. Геевка, что отдайте, пожалуйста, АВП законным их обладателям. Моуза только что... Точнее, не Моуза, а конкретно Спиди сделал только что что-то невероятное. Потому что он очень-очень много времени потратил на то, чтобы прочекать апдауны. И я не очень понял, зачем игрок на девятке... Точнее, на девятке зачем-то вышел к нему сам. Мог бы сыграть еще более пассивно. И все было у него замечательно. Ну что ж, бывает. Случается. Некс. Компания теперь получает тот раунд, который они могли бы проиграть. Причем, больше шансов именно так у них и было сделать. И Деннис вместе с Крисом Джеем начинают пушить. Или нет? Нет, нет. Решают законтролить просто нубку. Замечу, что до этого они регулярно делали этот пуш на десятку. Но в этот раз они решают сыграть немного более пассивно. И принимают Эпикса, который соло, не даблой. А рядом с ним был Кейнис, который мог бы разменять своего товарища при помощи АВП. Но он приходит, просто убивает босницы. Пас. Получается у нас, да, действительно, сделать фраг Кейниеса. Будет выход также от Дэвила через зеленку. Но это все читает Некс, который под флешку врывается. UMP45 отрабатывает Дэвила с АК-47. Действовал этот молодой француз Кейниес через окна. Опять же-таки АВП, которое должно работать против Крис Джей. Это получается у Кейниеса. Деннис тут же отвечает на НБК. Деннис с АВП. Ну и не получается этим у нас заняться дальше. Винсану, Кейниес последний. Счастливый слесарь. Марио. Скинули его, да. Хэппи. Что ж, Кейнис остался один. Остался один, и он, конечно же, будет сейвить свой АВП. Да. И, честно говоря, вот это решение отдавать АВП регулярно Ника, который постоянно умирает первым. Замечу то, что до этого имел Крис Джей. О, подождите, подождите-ка. Кейнис, что ты делаешь? Незаконное совершенно. Он производит сейчас. Он выдвигается в сторону Бэпплантас. Мог уже справиться с одним своим противником. Это уже трипл килл от него. Ему нужно оформлять Айз для того, чтобы выиграть в этом раунде. Но Деннис не даст. Деннис продолжает стрелять по ручкам, точнее по локтям своих оппонентов. И Кейнис погибает последним. Так вот, что касается отдачи АВП для Ника, а не Криса Джей. Мы помним, что Крис Джей сейчас и в предыдущем раунде играл с М4. При том, что Крис Джей на хайпе и в предыдущем раунде он с М4 оформлял даблкил. У меня есть вопрос о том, зачем Ника отдавать, если у него не идет игра. У НК Ниса нет звука. И никто, видимо, не включит. Ну что ж, и на нашей улице бывает праздник. На самом деле, мы очень грустим, что у Сашки нет звука. Звук режиссера у Мали, а у вас поставьте звук Саши. Как минимум, мы не слышим его у себя. Я не знаю, слышите ли вы у нас его в эфире. Напишите нам троечку, если слышите, четверочку, если нет. Ну и Муза и компания. Тем временем будут пытаться забрать последний раунд против Team Envis, которые, конечно же, готовы. Но проблема лишь в том, что у них только ТЕК-9 с Зехой. Кроме АВП АК-47. У них два пистолета. Это не очень приятно для них. Но они выдвигаются в сторону Б-планта. И если спиди здесь не совладают с удержанием, то вполне возможно, что этот Б-план был очень быстро казнен. Ну и мы возвращаемся все-таки в эфир. Нет, не возвращаемся на самом деле. Это потому, что я к тебе придвинулся просто. Я могу давать тебе свой микрофон. Хочешь? Четверка все-таки, да, народ пишет о том, что не слышно. И да, да. Все-таки все печально. Ну да ладно, давайте я соло проведу каз, как старое доброе. Как в 90-е спиди, он бивает Дэвила. Дальше принимает еще и НБК. И что происходит в 1x1? Валятся у нас французы. Спиди еще и вытаскивают Юспик. Добивает Кенниса. Что-то со спиди не так в последнее время. Уже два дня подряд он играет намного-намного сильнее, нежели последний, опять же, год, например, который я за ним наблюдал. И квадрокилл в этом раунде. Он вытаскивает для своей команды. И мы видим то, что 8-7 побеждает Маус Спорт в первой половине. На защите, на сильной стороне. Но у Тим Энвис очень-очень хороший задел для того, чтобы продолжить эту борьбу на второй половине. Энканиса погромче, пожалуйста. Не знаю, как выйти из этой ситуации. Да, я не знаю. Я все еще могу к тебе продвигаться, конечно. Ура, товарища. Ну, хотя бы посмотрят на меня. Посмотрят на тебя. На Тихого. Тихого. Сашку. Я не знаю все еще, что у нас там с микрофонами. Мы все еще себя не слышим вообще. Зачем я имею в виду, я не слышу Сашу, и Саша не слышит себя. Вот. Я себя все прекрасно слышу, вижу и все остальное. Что ж, я надеюсь, вам понравилось это первая половина, потому что довольно интересная борьба. Парни не скупятся на хорошие фраги, опять же, на хороший момент. Гестами. Давай как-нибудь. Ты умеешь на языке? Нет, я просто буду кивать. Просто будешь кивать. Ну, а какой-нибудь там типа? Нет, я не настолько скиловый. Там, вот там. Я просто буду как послышать. А танцевать ты можешь? Покастер. У нас кто-то под столом, парни. И это не Мэг. Мне очень страшно сейчас. О, даже нас вырубили для того, чтобы мы не смущали народ. И вы уже, кстати, видите сетку. Вот вместо наших лиц вы можете видеть сетку. Virtus.pro уже вышли из группы. Это не может не радовать. Liquid'ы, соответственно, упали на тех, кто выиграет в рамках Envis против Mouth Sports. Ну, а та команда, которая сейчас проигрывает на D3, она вылетает. Вылетает далеко и надолго. Попробуй говорить. Попробуй говорить. Сашка, пробуй говорить. Знаешь, это какое твое первое слово было в детстве? Тебе кто не говорил? Что ты первое сказал? Мама, папа, путь, шосс. Я не знаю, что есть в этом роде. Нет? Это выход на B-Plant. Парни, я вижу смок. Я вижу ориентир. Я знаю, что любовь спасет мир. Дайте, крысловое слово поговорить. Он, мне кажется, просто доедет до предела. Что там в чате, кстати? Да и мне почитать. Может быть, какие-то интересные есть вопросики. Задайте. У нас чат вообще отключен. Чат вообще ушел. Избежать возгорания. У нас, короче, есть передача о том, что все-таки технические неполадки явно критические в случае с Сашкой. Я надеюсь, что у нас просто уберут у одного из аналитиков гарнитуру, чтобы один из аналитиков молчал и кивал, так же, как сейчас делает Саша. Вот, и перенесут к нам на второго кастера, потому что это явно было бы намного-намного интересней. Вот, и... Стоп, а что, Сашка будет камень сейчас с дивана, походу? Или нет? Или нет? Просто сидим и ждем, когда же все-таки у нас... Кстати, уже вернулись, я так понимаю, парни в игру. Можно вернуть мне экран. Наверное, судя по звукам. Во, шикарно. Ну что ж, вторая программа начинается. Моу Спортс будет атаковать, в защите будут стоять французы. Дэлл и компания не закупаются вообще раскидками, у них первая армора у всех. Ну, а Моуза играют через два армора, три молотовых и три смока. Вот это интересно. То есть они будут очень-очень много чего отрубать из позиций. При помощи этих зонирующих гранат. И, опять же, один АТК, не знаю, зачем тут нужен у Спиди, но неважно. В любом случае, купил, так купил. Замечу то, что нету ни одного терминатора в виде армора и текна, на который был бы сброшен кому-либо. Но трипл раскидки это что-то еще более свежее. Причем именно в таком варианте, без флешек. Ну и французы ждут. Ждут. И я думаю, что они удивятся точно так же, как и я, честно говоря, от таких действий немецкого коллектива. Дэвил и компания тем временем вкопаны. Стоит на верхнем парапете у нас Дэвил. И ждет своей судьбы. Главное, чтобы он не сыграл точно так же, как Ника. Потому что мы помним то, что его верхний парапет был довольно слабым хэппи тем временем. Соло на опорнике, на бэпленте. Опять же, разменность его стороны не будет в любом случае, если Дэвил погибнет и не успеет уйти. Ника и компания уже готовы выдвигаться вперед. Деннис будет открываться. Опять же, флешек нет. Напоминаю, закуп только на молотовые смока. Ника. Ника пушит через шифт. Находит все-таки голубо Дэвила. Дэвил падает. Это опен. Фраг со стороны босницы. Национальный бэтмал Спорт. Движется в сторону бэплента. Сразу же быстрая перетяжка идет от Энвис. И завидушки. Завидушки уже здесь в полном составе. Хэппи будет первым принимающим. Стоит Никсе. И Спиди. Какой же фраг против НБК. Но опять же, было прекрасно понятно, что кто-то через ЭЗ должен передвигаться. Хэппи тем временем убивает еще и Кристо Джея. Деннис справляется с Кеннисом. Ситуация при этом 3 в 1. Апекс. Последняя надежда французского коллектива в этом пистолетном раунде. Выходит на нижний пропет. Находит там Спиди. Но тот уходит от него. И мы видим то, что теперь осталось только его разминцевать. Этого несчастного Апекса с его 12 патронами в рожке против трех немцев. Я не думаю, что ему хватит. Совсем не думаю. Так оно и происходит. Деннис добивает своего последнего оппонента. И Маус Спортс играют первый пистолетный в свою пользу. Что даст им возможность выйти на адекватную экономику в следующем же раунде. Дима Энви будет играть через форсбайс со скаутом у Апекса. И мне кажется, что Саша уже готов врываться. Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы пофиксили. Вздохнули, правда, некоторые с облегчением, когда меня замутили. Но, опять же, я возвращаюсь. Не отделайтесь, дорогие друзья. И мы будем смотреть 17 по счету раунд. Экзотическая у меня позиция, правда. Но, в любом случае, смотрим. Энви будут возвращаться со скаутом. Есть недефолтные пистолеты. 5-7, 2 дигла и ЦЗ-6 от Хэппи. Ника и компания тем временем играют, кстати, с уважением по отношению к своим тиммейтам. То есть WMP. И это довольно адекватный вариант. Сейчас я, кстати, сфотографировал и откинул в свою группу ВКонтакте, как сидит у нас Сашка. Потому что у него реально экзотик формат. Вы бы это видели. Но радио-контр-страйка мы готовы на все. Потому что... Что еще мы можем делать радио-контр-страйка? Я не знаю. Если... Там уже просто групповые фотки происходят. Ну и Энвисы. Энвисы все еще готовятся принимать. Мауза, как обычно, делают супер-медленные раунды. Опять же, я вот что-что, но ждал атаки от Мауз Спортс. Эти 15 раундов, они всегда очень-очень долгие. Здесь, в принципе, их может быть немножко меньше. Апикс шикарнейший. В пикшот на голову Некса. И Мауза идут целой кавалькадой в сторону зеленочки. Но их здесь готовы принимать. НБК, скаут от Апикса и компания. Очень много демажа влетает. Спиди Крис-Жей с Деннисом отвечает на Апикса и НБК. И все еще два игрока Тим Энвис защищают Аплент. А будет очень сложно. У нас подградает немного Деннис. Ну, в любом случае, нужно действовать дальше. Кенни-Эс с Диглом пытается выцепить хоть кого-то. Бомба до сих пор на земле. У нас лежит никто из атаки. Не может ее поднять, потому что контроль от французов. Дэвил за пункт. Пытается отрабатывать. У него этого получается. Забирает он НБК, Крис-Жей и Деннис. 6 и 28 хп. Это не тот набор процентов здоровья, с которым можно тащить ситуацию 2 на 3. Но все-таки верим в команду Мауз, что они покажут что-то из ряда вон выходящего. Кенни-Эс с Дэвил и Хэппи будут не согласны с этим. Но, опять же-таки, время идет. И оно играет не в пользу команды Мауз Спортс. Французы сейчас поймут, что никакой атаки уже не будет. И пойду собирать девайсы просто-напросто, которые потеряли только что немцы. Да, найдут одну ИМП-шку и Скаут. Хотя Скаут это был их собственный Апексовский Скаут. Замечу то, что довольно недефолтное решение со стороны Апекса вообще брать себе это оружие. Обычно с подобными вещами играет Кеннис. Но оптика от Апекса оказалась еще не эффективной. Мало того, что он дал опенфраг на Нубке, так еще и сработал против Зеленки. И остановил надежды немецкого коллектива. Мышкам придется играть через Глоки. Слушай, а они решили вообще ничего не покупать? Или это вторая армора? Вообще вот круто играть с Глоком и вторым армором. Это вообще тупо. Глок и второй армор. Но Нью Мета. Нью Мета от Спиди, от Тиму Рихтера. Именно так зовут этого парня. Запомним его. И возможно запишем, если все-таки Маус Спортс смогут победить в этом 18-м по счету раунде. У Энви все довольно-таки неплохо. Они готовы выходить на временную ничью. Ну и нужно также работать АК-47 Деннису и Галилу Крис-Джея. Это две автоматики в этом раунде в стане команды Маус Спортс. Дэви Лэко, Дэви Лэко. Стоят и ждут, когда же Мауса придут. Ну это прекрасно понятно. Завидушки знают о стиле игры мышек. Мышки очень медленные. Очень медленные. И в клоузе станции с пистолетами намного лучше заходить именно на Б-плайнд. Это совершенно логично. С их стороны решение. Потому что всего две штурмовых, которые могут издалека бить. И это трипл. Трипл верхний парапет. И это Дэвил на сэндвиче, который готов принимать противника. С ЮМП-45. Хорошая ХЕ-шка летит абсолютно слепущий. Вырывается у нас первый. Это Нико. Но все-таки делает минусы. Крис Джей не долетает в живых у нас до земелюшки. Он тут же падает и помирает. Деннис отрабатывает Хэппи. Ситуация 4 на 3. И защита здесь падает. Просто просак. Но Кеннис не согласен. Он забирает одного из противников. Некс за железным. Он также танцует у нас красный Беллспиди. И ушел прямо на прицел к тому самому Кеннису. Который тащит этот раунд для своей команды. Но опять же таки не факт. Апекс заходит. И порядок наводит Деннис. 1 на 2 против Апекса и Кенни. И будет очень сложно сейчас немцу выиграть этот раунд. Но как минимум у него есть 25 секунд. Для того чтобы продолжить и попробовать забрать эту бомбу. Опять же Кеннис прекрасно понимает о том, где она находится. То же самое касается и Апекса. И Кеннис продолжает добивать в одном и том же месте своих оппонентов. Этот фраг от Кенниса первый. Который он вышел и через топливный бак прошил своего оппонента. Он как раз таки убил игрока с бомбой. А именно Криса Джея. Если я не ошибаюсь. И это конечно явилось самой главной проблемой сейчас для Мау Спортс. Потому что и второму игроку пришлось идти на эту же бомбу. И там получать очередные плюхи от Кенниса. И третьему последнему уже Деннису то же самое. Так что по факту вытащил Кеннис. Конечно же он был крыгольным камнем в этой защите от Тим Энвис. Но Мау Спортс сейчас будут вынуждены играть с P250 иглоками. Да, и команда Энви без как того, чтобы выйти вперед. Мы все еще не смотрим. О, вот он. Ну что ж, да, я слишком громко разговариваю. Я об этом знаю, дорогие друзья. Нужно пофиксить. Но в любом случае я надеюсь, что ваши уши не повянут. Апекс тем временем делает минус на Деннисе, который пытался выйти через зеленку. НБК находит голову Некса, чешет ее на лысо. Апекс также не дает Крис Жей действовать через окна. Отличный минус также на спиде. Уже трипл килл от Дэна Мадес Клеера. И Ника последний вышел у нас на точку Б. Но его там уже встретил Дэвил, который не дал ему пройти дальше, чем на первый вагон. 9-10 и французы выходят вперед. А ты популярен. У тебя уже 273 лайка в моей группе ВКонтакте. Буквально за несколько секунд. Спасибо вам за поддержку. Нашего замечательного кастера, опять же, да, довольно сложно, наверное, комментировать с пола. Как это ощущение? Расскажи нам о своих ощущениях буквально на три минуты. Это не сравнить ни с чем. Это такое ощущение, которое вы чувствуете, когда вам выпал драгон лор с Коблстоуна. Или когда тебя погладила Лайма Вайкуля. О, да. Ой, ну что ж, Мау Спортс с мидераскидками. Минутка мечтаний заканчивается тем, что Мау Спортс будет выходить на точку. Апекс, куда же ты идешь, говорит Нико. И тут же сбривает ему голову. Кенниес отвечает. 4 на 3. Энбеки подкрепляет действия с выводимой. Это минусом на Деннисе. И защита может тащить Дэвила. Никто не чекает. На верхнизу Дэвил. А него второго отрабатывает спиди. И Нико падает. И Некс решает все-таки ставить смоки и ждать, что на него будут ломиться игроки команды Энви. Этого не будет. Некс попытается, конечно, что-то здесь продемонстрировать. Опять же, но это не спиди, которого придет в последнее время. И Мау Спортс требует паузу. Не знаю, какую. Техническую, тактическую. Я полагаю, что тактическую. И это будет интересно. Потому что будет интересно посмотреть на то, как будут играть Мау Спортс после этой паузы. Опять же, нужно реально что-то менять. Мы ждем перемен. Да, ждем перемен. Как в той самой известной песне, дорогие друзья. Вы вообще не серчайте. У нас много цитат из известных хитов. Поэтому это не какие-то выдумки, я не знаю, наркоманства. Серьезно? В любом случае. Я просто объясняю. Потому что у нас некоторые ребята уж слишком взрываются по этому поводу. Но пока что должны взрываться. Потому что они просто ждут патимейкера. Дискотеку. Ну, извините, дорогие друзья. Шекер уличного дейнсера. Уж слишком. Это, понимаешь, это новая классика. И ее все ждут. А мы все никак, никак не раздублим. Не раздублим. И Мау Спорт сейчас будут общаться по поводу того, что у них не получается. Пока что они действительно проиграют. А Дэвил, как я уже сказал, капитан команды Эйнви. Это, в принципе, и сказано в профиле этой команды. Который готовился непосредственно перед ESL One Köln 2016. Ну, и действительно, пока что нечего обсуждать французам. У них все получается в защите. Ждут, конечно, французи, когда поговорят о мышке. Французам, наверное, говорить-то особо не о чем. Все они замечательно. Чувствуют они игру. Да, порой пропускают в разные места своих оппонентов. Но, опять же, справляются. Кенес очень грамотно там, например, работал на топливном. И какие-то вот мелочи у мышек, они просто не получаются. Какие-то углы не просматриваются. Какие-то игроки пропускаются мимо глаз. Но бывает, бывает. Такое случается. Опять же, нужно сосредоточиться. И я уже жду, конечно, криков от Ника. Он уже бьет по столу кулаком. Но мы видели его реакцию на DreamHack Masters. Он там реально горел. Он там просто в буквальном смысле оранжит своих тиммейтов. Сейчас, может быть, он уже научился сдерживать свой гнев. Наверняка есть курсы, кстати, по этому поводу. Во всяком случае, на Е-лиге не научился. То есть неделю назад он точно так же орал на Крис Джея. Даже было слышно в студии Е-лиге, где, в принципе, шумоизоляция хорошая. На немецком он там? Швайн и Штайгер. Нет, он включал shut up. То есть закрой свой рот. Ну, в любом случае... На английском он думал. Да. Голландец не понимает нервы? Маус Спортс общается на английском. Почему? Понятно, что когда звено, например, Дэнни со Спиди остаются от 2 в 3 или 2 на 2. Ну, в любом случае, они вдвоем остаются. То они общаются на немецком. Но Крис Джея всегда дает инфу на английском. Более-менее понимают немецкие. Более-менее. Но, опять же-таки, этого недостаточно для того, чтобы играть в профессиональной команде и давать высококачественную инфу. 9-1-1. Звоним. Опять же, сейчас будут большие проблемы у команды Маус Спортс. У них только пистолеты. Есть, кстати, раскидки. Просто полные наборы. У нас молотовые смоки и флешки. Но как они будут ими распоряжаться? Будем смотреть дальше. Я даже не знаю. Я даже не знаю. У них интересный был закуп на первый пистолетный раунд. Без флешек. С тремя молотами и тремя смоками здесь и сейчас. Они все еще выходят на б-плэнд. В принципе, опять же, это ожидаемо. Со стороны Тима Энвис они поставили туда дабло. Очень быстрая перетяжка еще. Из-за зэшки Дэнис справился с Дэвилом и Дьявол улетел. Но, с другой стороны, он откинул молотов. А вы все прекрасно знаете, что у Дьявола должен быть хороший огонь. Который должен управлять прямиком в ад своих оппонентов. Хэппи тем временем пришел, отсправил Ник и Криса Джея. Отвечает спиди головой в сторону Хэппи. Ну и очень-очень легкий раунд для Тима Энвис. Но они потеряли два девайса. Это минус. И Мауза поставили бомбу. Это плюс для, опять же, немецкого коллектива. Потому что они просто туда ходили, чтобы денег получить. Да, забустились по экономике. У нас уже у четверых игроков команды Мауз Спортс больше, чем 6 тысяч. Ну и сейчас будет полный набор девайсов, армуров и гранат от немецкого коллектива. Крис Джей решает все-таки это будет АВП. До сих пор она в атаке не совсем уж должным образом отрабатывала. Но и имеется также снайперская винтовка от Кинни Эса, которая подкрепляется автоматикой от Апекса, Дэвила, Энби, Кея и Венсона, Шопенгауэра или Хэппи. И это 22 раунд. И это, я напоминаю, игра на вылет или Мауза, или Энви на поездах уедут домой. Хэппи. Ранее агрессия по точке безбор информации. Нико отходит и получает прострел от Энби Кея с шестого вагона. Но и вот так вот начинается раунд в пользу команды Энви. Тяжело, тяжело начинается, потому что они отдали опенфраг. Так, а мы помним, мы помним, что если команда Мауз Спортс отдает Ника, то у них не остается шансов. Хотя, опять же, с первым пистолетным раундом все произошло не так. Но это, опять же, была грубейшая ошибка Ника, который решил вместе с своим тиммейтом посадить своего оппонента на ножа. Так уж случилось, что не совладали они с ножами и проткнули друг друга. Кеннис отдается Крису Джей. Очень грамотная работа при помощи Молотова. Они зафлешаутили Кенниса и вынудили его двигаться сюда. И, в свою очередь, его добили. Немного ухудшается обстановка для команды Энви в этом раунде. Пытаются они, опять же, немного поменять свои позиции на точке Анбике и уходят на Сэндвич. Но шестая позиция — это Апекс, отвечает за выход через зелье. Ну а там самая бомба, которая у нас на руках у Денниса, подходит под позиции точки Б. А там Дэвил в очень агрессивной позиции вместе с Хэппи должен работать. Но Хэппи ему, вернее, ничего не сможет помочь, если все-таки будет выход под данной точкой. Дэвил должен отрабатывать здесь за этой стенкой. Нэкс был не готов, казалось бы, но все-таки переводит свой прицел на голову противнику и не оставляет ему шансов. 4 на 3. Такая привилегированная позиция была у Дэвилова. Реально с самого начала не чекали, но потом просто пришел хедшот. И Дэвил Мэй Край, Тудэй, и три игрока команды защиты находятся на Бэппленте совершенно вне позиции по отношению к бомбе, которая движет в сторону Апплента. Хэппи, в конце концов, находит Денниса, но это соло. Соло игрок команды Маус Портс, который находился в фейковой позиции на Бэппленте. НБК, тем временем, Натан Шмидт вместе с Хэппи и Апексом попробуют выбить 3 на 3 ситуацию. Но Крис Джей, неумолимый его снайперской винтовкой, уже убивает двоих. И третьего НБК, он находит, остается только Винсент. Здравствуй, Винсент, дорогой. Да, будет очень сложно. Некогда капитана команды Энви в этом минимументе. Но, опять же-таки, такое не тащится. Нужно, возможно, даже идти на сейв своего девайса. Или попытается выбить несколько пушек из рук своих соперников. Не получается. Спидит с этим категорически не согласен и делает минус хэппи. Все-таки Мауза немного просыпается. 10-12, это уже не так страшно. Поцелуй мышки показали Мауза. Есть поцелуй кобры, есть поцелуй мышки. И вот случай с Маузами. Он работает именно так. И можно нажать на таб? Я совсем забыл о прогрессии раундов. Нет, не слышат меня мои друзья. Нет, это точка. Тим Энви, в свою очередь, мы видим 20 фрагов у Кенниса. Вот говорил Литл о том, что все-таки надо за него. Тут максимально болеть и надеяться на него и на его стрельбу. Но да, так оно и получается. Давно я не видел такого фрагстата у Кенни. Ранняя раскидка у нас пошла на точку, опять же таки, смоки. У нас полетели очень интересно. Тут же откидываются молотовы и дымовые завесы. Команда Энви Девил тоже распрощался со своим молотовым. Ну и Моу Спортс, скопление сил по направлению точки Б будут действовать, опять же таки, от АВП Крис Джея. Это самое логичное, что можно придумать для немецкого коллектива. НЕКС тоже перетягивается. Ну и пока на стадии решения у нас находятся мышки. Решают, но они играют, как обычно, медленно. Они любят это делать. Это совершенно логично с их стороны. Это то, во что они привыкли играть. Это второй фельд писать тактикс в этом чемпионате. И если брать то, что Моуза вполне возможно совсем скоро вылетит, то как минимум одной команды с лонг-атаками, со слоу-моушеном не останется. Но Энвисам еще нужно будет что-то противопоставить. И опять же, все еще неизвестно, кто здесь вылетит. Что одна, что другая команда, в принципе, достойна, на мой взгляд, оставаться в чемпионате. Хотя, может быть, и ненадолго. Мы все прекрасно знаем то, что обе команды в последнее время не так хорошую форму демонстрируют и отдают места все более молодым и новым командам. Готовится у нас почва. Возможно, даже для выхода на точку Б Денис готов вырываться на Дэвила, который спалился с этой флешкой. Денис отвернулся тут же, получил хэдшот. У нас Тимоти Дэмэл, он также нашел Денис своего противника. Это был Хэппи, который на катушках пытался что-то делать. Это у него не получилось. И 3 на 5 будет выбивание, возможно, от команды Энви. Это Апекс, Кенни и Энбеки, которые идут просто впасть своему противнику. Некс съедает Апекса. И Кенни вместе с Энбекием должны задуматься о Сэви. Ну, а Нико будет люркать. Это называется профессиональный контроль-спрей от Некса. Там он реально уже с каким-то 15-м патроном, наверное, попал по своему оппоненту, выходящему из 8-ка. Чего ждал Винсент? Вот у меня вопрос. Ты вот не скажешь мне? Он просто сидел вот внизу, да, под верхним. Ну, опять же-таки, после того, как он потерял Дэвила, ему пришлось чекать, как выход через нижний тайк и, в принципе, верхний. Потому что тут уже просто задергали Хэппи и словили его вне позиции, вне тайминга. Ну, ждал, пытался угадать, но не получилось, не фартануло. И это очередной раунд для команды Маус Спортс 11-12. Ну и немного денежная ситуация. Команды Team Envy будет проседать. У нас Кенни, конечно же, будет сэвить свое АВП. Но смотрим на деньги остальных. 2 900, 2 500, 3 400, 2 450 от Хэппи. Это, конечно же, будет упор на АВП, который будет подкреплен пистолетами. Ждут. Подождем, да, подождем мы, потому что Tactical Pails была нажата со стороны Team Envy's теперь уже. Ну, вот такие вот переходы, да. Мауза взяли тактику, взяли несколько раундов. И сразу же французы почувствовали необходимость взять себе. Потому что уже явно на хайпе, на АИМе в том числе и на передвижениях переигрывают их свои, их оппоненты. И нужно, нужно что-то придумать против. Ты знаешь, когда вот наблюдаешь такую вот прогрессию победных раундов от команд, то, возможно, даже дело дойдет до допов. Посмотрим, конечно же, многие ребята, которые ставили скины и не только, будут в корне со мной не согласны. Но, возможно, как раз таки те самые дополнительные раунды будут. Подожди, те, кто ждут сундука, согласны полностью. Ну, хотя бы трейн. Как ни Коблстоун, то трейн. Давай 35 просто допов на каждой карте. И тогда у нас просто невероятное количество сундуков выпадет всем. Но мы будем кастить типа с 12 до часу, например. А почему бы и нет? Я не знаю. Нет, я против. У нас уже микрофоны, наушники горят. Горят. Не то, что мы горим, но мы скоро загорим все. Я думаю, что если будут какие-то невероятные фейлы, не считая вот этих ножей от Дэвилова, потому что там, я думаю, очень-очень все плохо было у этого парня с моралькой после этого. Ну, согласись, что он смог переключиться, даже несмотря на то, что, да, подрезал он, если не ошибаюсь, Хэппи в том самом раунде. И я говорил о том, что команда Энви в этот самый момент должна найти слова поддержки Дэвилу, своему капитану. Погладить его. В том числе и менеджер, который уже довольно-таки длительное время за спинами этой команды стоит, тоже должен был что-то сказать. И раз получилось Дэвилу выйти в плюс, значит, все это дело работает. Team Spirit у команды Энви на высшем уровне. Ну и Мау Спортс тоже сейчас в роли догоняющих. Они уже взяли два раунда подряд в атаке. Это очень хорошо. Они строят экономику, и они могут поставить на колени экономику команды Мау, извините, Энви. И, конечно же, могут забрать эту карту к себе в актив и не выпустить из группы Энви, которые поедут домой смотреть Евро 2016. Думаешь, они смотрят? Ну, в любом случае, у меня была информация о том, что вот в Кёльне на Лангсис арене будут транслироваться матчи. То есть болельщики будут приходить смотреть не только за качественным Counter-Strike Global Offensive, но и за футбичем. Знаешь, вот больше всего по стереотипизации, если брать внешнего вида футболистов, вот Devil мне напоминает по своей структуре, тело, своему лицу. Ну, любители футбола и футболисты, там, знаешь, дети, когда он гонял, наверняка, в детстве, возможно, и сейчас любят. Мы помним, например, что у нас Фрайберг хоккеист. Да, в прошлом. По видюшке от Valve. Он, в принципе, наверняка и сейчас порой гоняет, но надо как-то расслабляться все-таки, не все же бухать. Кстати, у тебя интересно, будут ли на этом мейджоре профили игроков? То есть, как только будет у нас основной ивент непосредственно в офлайн на Лангсис арене, это будет плей-офф. И все-таки будет у нас убираться данная пауза, дорогие друзья. Посмотрим, что у нас решили ребята из команды Envy. Мауспорс тоже поговорили. Мы будем запускаться. Я уверен, что они решили, что нельзя проигрывать парня. Вот там сейчас вылетать не стоит. Иначе, ну, это точно дисбанты одной и другой команды. То есть, в маузах, мне кажется, то, что будет, возможно, одна-две замены. А вот с французами там вообще неизвестно, что будет. Вроде как говорили о том, что там есть тесное взаимоотношение между спонсорами и игроками, да, и что их не захотят отпускать. Но как-то очень долго уже, вот, с Кужнапаки такой даунстрик творится с Envy, который, ну, никому из французов не интересно смотреть. И, слава богу, что хотя бы и G2, который хоть как-то французский КС начинает поднимать по уровню. Но я думаю, что очень-очень неприятно смотреть представителям Пятой Республики подобные матчи, когда их команда просто не может совладать. И читается поджимка от Кенниеса по направлению зелени. Просто выгоняет. С этой позиции у нас снайпера французской команды. Денис этим делом у нас занимается. Но и до сих пор не выходит. Envy тоже подкрепляет действия своего снайпера. Еще одна флешка прямо в лицо. Envy у нас летит. Также Molotov будет под него. И нужно, конечно же, отходить в глубину точки А. Отступили. Отступили. Ранняя агрессия не оправдалась. Опять же, MalSports со своим темпом, они, ну, просто не могут ошибиться в прочтении ранней агрессии от Envy. Потому что они всегда тупо стоят и ждут, ждут, ждут. Собирают инфу, собирают инфу. Но никуда не рвутся просто. Потому что это их такой плейстайл. Если Flipside, например, на том же самом Детрейне, себе изменили. Они целых три или четыре раунда проводили в агрессии ранней в Раше. И это было что-то вообще с чем-то. Я думаю, что, видимо, что-то в лесу сдохло. И где-то что-то изменилось совершенно по-другому. И серое стало белым. Потолок стал стеной. И Envy K. Тем временем приемка апдауна. Ника пришел сюда и сейчас с Калашом будет выбивать NBK. У Натана Шмидта просто не было никаких шансов. Да, были большие проблемы. Они продолжаются для команды Envy. Кенниас тоже получил прострелище. 12 хелс-поинтов. У него осталось Ника за трансформатором. Замечает Дэвила, выходящего через верх-низ. Также Хэппи там читается. Довольно-таки неплохо действует команда Mouse Sports в этом раунде. Но и Кенни нужно уходить на еще один сейф. Ну а Хэппи надеется на то, что кто-то выйдет на свиданку на тот самый верх-низ и подарит ему свой АК-47. Ну это было слишком халявно, я бы сказал. Все позиции вроде как прочитаны. Все контролятся. И Ника, и компания на откате, скорее всего, выйдет сейчас Хэппи. Хэппи показал себя. И мы видим, что она наступает за сейфить свой П-250. И не зная, или что он тут будет делать. Потому что сейфить его не имеет никакого особого смысла. Ну и дарить лишние деньги Маузам тоже. Так что, видимо, не будет. Не будет он здесь погибать. Что касается, это 12-12. И тут нельзя сказать ничего по поводу тактической паузы. Тим Эндвис сейчас будет видно. Потому что у них именно сейчас уже будут девайсы. И этот раунд будет намного-намного более зрелищным, нежели предыдущий. Да, во всяком случае, хочется в это верить. Будет АВП и у Кенни, и у Хэппи. Три автоматики. Апекс, Дайвил, НБК. АВП от Крис, Джей, СПД, Некс и Нико вместе с Деннисом с АК-47. И 25-й раунд. Это заруба настоящая, достойная игры на вылет в рамках мейджора. Согласитесь, дорогие друзья. Все, кто нас смотрит, Хэппи. Ранний выход через десятку. Был хороший тайминг. Но опять же таки, к нему на встречу никто не идет. Да, именно так. Спросили меня тут смущенные новыми правилами пауз. Люди в личку. А там могут ли общаться команды, когда идет тактическая пауза. Команда, которая не взяла ее. То есть, я имею в виду оппонента. Да, все еще может. Это совершенно нормально. Хотя мне кажется, что SL может и такую фишку придумать. Типа, вот, тактическая пауза на тона. Одной команде, другая. Вот сидите и молчите. Но, на мой взгляд, это супер нелогично. Ну, ты знаешь, главное, чтобы не было маразма. Чтобы человек, игрок после смерти мог разговаривать. Потому что мы помним чемпионаты в 2007 и 2006 годах, что даже после смерти запрещали разговаривать. Но не об этом. Не за это деды воевали, да? Не за это. Совершенно не за что вы отключали компы. И потом людям запрещали говорить. Апекс тем временем контролит Аплент. И к нему очень-очень тихо. На шифте движется боснец. Боснец уже пришел. Он уже пришел. Вот пришел он к Апексу. Апекс не видел его. Вытащил нож. Переключился там четвертый. И смог поставить хэдшот. Ника дальше на экстраж на размене Кенниса. Ситуация 4-4. При этом поставлена была бомба. Минус еще и НБК. И остается только хэппи. И хэппи совсем не хэппи по отношению к этой ситуации. Энви продолжает погружение. Все ниже и ниже. Действительно ничего не получается. Ничего не выносит с этих самых тактических пауз. У нас игроки защиты, франкофоны летят. Глубоководная Франция. Да, пока что Шарль Дегуль плачет в сторонке. Действительно ничего не получается. Уже сколько раундов подряд у нас, кстати, Энви проиграли. Включите, пожалуйста, табуляции. Мы бы посмотрели. Наши зрители тоже. Но меня вот уже отключали сегодня. О, поехали. Это уже 4 раунда подряд для Мау Спортс. Это, конечно же, хороший показатель в атаке. Но и сейчас можно даже и не совладать французам. Нужно что-то придавать. На хайпе. Моральная составляющая в Counter-Strike, она невероятно важна. И мы видим то, что для французов сейчас наступила черная полоса. Если не сказать просто-напросто полосища. Потому как, ну, надо как-то что-то придумывать. Хотя на Down-Strike находятся не только раунды, но и экономика. Сейчас хайпи вынуждены играть с Max7, остальные с пистолетами. Закуп на первые арморы у Кенниса вообще. Все голенькое. И две флешки из раскидок. Вот так вот. Набор. В таком вот джентльменском или не очень наборе. Это суповой. Будут действовать ребята из команды Envy. Но пока что они укрепились по направлению точки B. Envy и KENIAS отвечают за A. Ну, а Mausports никуда не вырывается. Они понимают, что по экономике у противника все очень плохо. Потому что все сидят на своих позициях и ждут той самой агрессии. И Apex может выйти первым. Может быть, поворот для него не туда. Вот новый поворот. Ника ждет, что он принесет Apex и Davila. Слушай, но они движутся. Они движутся просто так, что мы не видим. Потому что это микроскопические движения. И ясное дело, что рано или поздно они придут. Опять же, мы видели, что уже много-много раз Davila приходил на UpDown. В тот момент, когда Mausodropались. И в этот раз уже Ника сказали, стой там просто на кухне. Завари там себе кофе в кофемолочке. Если не ошибаюсь, она там стоит. Фирма Тефаль. И Envis все еще ждут, когда же Mausodrop придут. Я уже не знаю, честно говоря. Но вот чего вы ожидаете? Вот у вас есть минус один. Значит, у противника нет девайсов. Но Mausodrop все еще играет свою супергру. Слоу-моушена. И NBK на хелл стоит и ждет. Когда же Деннис придет. И Деннис не чекает его. Он убивает еще и Спиди, который под горячую руку пришел. На все время отвечает NBK. И вместе с Devil'ом они падают вдвоем. А остается только хэппи. Который пришел под горячий молотовый. Сразу же ушел наверх-вверх-низа. Действительно ничего не сможет противопоставить своим противникам. Нужно сейвить МАК-7 и 1-й армор. И пытаться уже в 27-м раунде воевать против немецкой бундес-машины. Которая набрала ход и берет уже пятый раунд подряд. Действительно не позавидуешь ребятам из команды Envy, которые не могут никак прочитать противника. Да и хэппи тоже пропадает у нас с радаров. Он падает. Перестрелка с Кридс Джеем. Помянем. Я даже не знаю, что здесь делать. Это французам. Да, у них сейчас будет закуп. Но это последний закуп. Это ситуация, в которой им будет очень-очень неприятно играть. 14-12. Ну и самое ужасное, что ладно, окей, вы проигрываете карту. Но эта карта, она для вас последняя. И, конечно, очень неприятная GSL-система для тех команд, которые проигрывают 2 best of 1. А это все еще рулетки. Среди 16 команд быть 16-й вообще не хочется. Там и 15-й, и, соответственно, с этим 13-й и 14-й. Ну и что касается французов. Конечно же, нужно просто взяться сейчас за свои стволы. Опять же, WVP от Хэппи и Кейниса. Очень-очень ограниченное количество раскидок, которые они уже практически все потратили. У них остаются только флешки, то есть только контрфлешки. Никаких удерживающих гранат уже больше не будет. И Дэвил тем временем соло принимает бэплант. НБК дабл спрей. Неплохой дэмэдж он нанес еще и Нексу. Апекс его добивает. И ситуация 3 в 3. При этом раш от Ника вместе со Спиди удастся. Это минус Апекс. Это минус Кейнис. Кроме этого еще на бэпланте умер Дэвил. И Хэппи остался один против трех игроков Маус Спортс. Твои ставки. Саш. 15-12. Мои ставки. Действительно будет очень тяжело Хэппи. Но напоминаю, что бомба не поставлена. Верим мы в то, что будет этот клатч. И он будет записан в историю этого мейджора. Но в любом случае будет очень сложно Винсану действовать дальше. Крис Джей до сих пор у нас за пятым вагоном. Замечает противника. И залетает летальный дэмэдж по бывшему капитану команды Энви. Ну что ж, Энви могут вскоре присоединиться к CLG и Optic. Но им не по пути. 612 тысяч человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка Рому. Причем сундук-то все-таки не Кобблстоуновский, а только Трейновский. Но мы видим то, что только... Сколько у нас Total Dropped this match? 788. Почти 8 тысяч, да. 8 тысяч. Напишите, друзья, кому упал, кстати, кейс после этого матча. Будет интересно почитать, сколько вот зрителей были осчастливен. Ну я не знаю, как выразиться. Действительно у нас уже болельщики команды Энви. Наверное, только уже на тот самый кейс надеются. Но не стоит списывать все счетов эту пятерку. Напоминаю, что в этом раунде все или ничего. Для франкофонов есть два макс 7-х у Апекса Хэппи. И два Фамаса от Киньеса Энди Киа. Дэвил с 5-7. Моуза продолжают ожидать выхода от Мэнвис. Их ранней агрессии. И, в принципе, у французов ничего не остается, кроме как этим и заниматься. Моуза, конечно, уже будут ожидать и действовать ровно точно так же, как они действуют на протяжении всей атаки. И раз уж у них получается, то у меня даже вопросов нет. Что они могут здесь еще делать и никаких советов. Тем более, Ника. Ника. Привет. Привет, парни. Дэвил вместе с Хэппи кушают печеньки Ника. И босиница рвется вперед на Бэпплэн, дает информацию о том, что здесь вообще никого нету. И только придет сюда НБК и Соло на ЗЗ. Но он уходит вместе со своим тиммейтом с Апплэнта, на который сейчас придет кавалькада команды Маус Спортс вместе с Бомбой. Да, бомба не показывалась на радарах у Энви, но все-таки пошла перетяжка. Аппикс дает инфу, что это все-таки выход через зелен. Дэнис должен падать. Шесть хеллспоинтов остается у Аппикса. Должен он падать. И он падает под прицелом, под стволом Некса, Кенниес и НБК. От них сейчас зависит, будет ли жить команда Энви в клоге. Этой встречи не получается у Кенниеса зайти в спину. И НБК тоже падает. Спиди ставит точку на выступление команды Team NWS в рамках девятого по счету мейджор турнира ESL One Köln 2016. И на ваших экранах Маус Спортс. Хорошая, плотная карта. Мне понравилась. Группа С удивляет очень-очень даже симпатичными действиями. Кобл Стоун предыдущий был тоже не так уж плохо, я бы сказал. По сравнению особенно с Team NWS против SEAL G в рамках 16-1. Если я не ошибаюсь, именно такой счет у нас был в начале первого, точнее в начале второго дня. Ну и поздравляем, поздравляем любителей Маус Спортс, поздравляем любителей немецкого Контрстрайка. Ну а что касается NWS, ну продолжается даунстрик, причем сейчас уже дальше падать некуда. То есть получается, что они снова не будут приглашены на мейджор напрямую, снова им придется проходить квалификации. И дальше, и дальше, и по снежному кому. Мне кажется, что это скоро закончится, честно говоря, потому что изменения должны быть. Вопрос только в том, кто. Ну а в том, кто сегодня не доиграл, и что же все-таки произойдет с Team NWS, нам расскажет студия-аналитики во главе с Мэг. Субтитры подогнал «Симон»